АПЛОДИСМЕНТЫ Например, финансирование здравоохранения. И, наконец, мы достигли необходимого финансирования обороны. Это два главных пункта. Но есть вопросы, которые затронут каждого жителя Латвии. Например, увеличение минимальной зарплаты до 430 евро. Еще увеличение необлагаемого минимума и увеличение пенсии. Я думаю, что целый ряд законопроектов, которые были в пакете, я абсолютно уверен, что не надо было включать, они не касались бюджета. Это больше такие политические вопросы. И они, конечно, требовали большей дискуссии. Мне кажется, самое главное, что мы выделили 2% от ВВП на оборону. Но это мое личное мнение. Я состою в комиссии по безопасности. Я генерал, бывший командующий штабом. Поэтому именно вопросы безопасности мне кажутся самыми главными. Во многих сферах удалось увеличить финансирование. Там, где есть нехватка специалистов, зарплату удалось увеличить. Минимальная зарплата станет больше. Небольшое увеличение пенсии. Семьи с детьми получат поддержку. Так что в целом бюджет хороший. Какие проекты включены в бюджет следующего года? Финансирование автодорог увеличится за счет дополнительных поступлений от акцизного налога. А начиная с 2020 года финансирование отрасли будет расти на 5% ежегодно. На нормализацию оплаты труда медперсонала в следующем году требуется дополнительно 7,7 миллиона евро. Сэм утвердил поправки, которые распространяют государственную поддержку в приобретении жилья не только на семьи с детьми. Со следующего года участвовать в программе смогут и молодые специалисты до 35 лет с профессиональным или высшим образованием. Ожидается, что ежегодно это будет примерно тысяча человек. Социальная поддержка артистов государством обойдется бюджету в полмиллиона евро. Работники творческой индустрии, не имеющие постоянного трудового контракта, смогут получать пособие. На пособие родителям в следующем году выделят 28 миллионов евро. Создание новых школ и интернатов после 1 января следующего года запрещено. А издержки на содержание уже существующих будут покрывать самоуправление. Ставка НДС на характерные для Латвии овощи и фрукты со следующего года станет ниже. 5% вместо 21%. Никаких новых изменений по налогам в бюджете следующего года не будет. Об этом заявила премьер-министр Майорис Кучинский во время своей речи в парламенте. Спасибо депутатам за предложение и особое спасибо оппозиции за активное участие. Мне тоже хотелось бы намного больше. Например, чтобы мы могли делить большие деньги, восстановить дорожный фонд, чтобы мы могли осуществить все, что еще не сделано, чтобы хватало денег на образование и медицину. В бюджетный пакет включено 30 разных законопроектов. Самый большой прирост финансирования – 235 миллионов евро – предусмотрен для здравоохранения. Минобороны получат дополнительно 126 миллионов. Так, финансирование этой сферы достигнет требуемых договором об участии Латвии в НАТО 2% от ВВП. Поступления в бюджет следующего года запланированы в размере 8,7 миллиарда евро, расходы – 8,9 миллиарда. Дефицит бюджета составит 1% от ВВП.